В эфире телекомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. И я Татьяна Захарян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. В Одессе состоялось очередное заседание исполнительного комитета, на котором Геннадий Труханов заявил, что способен ответить за украинских чиновников-земляков. Активисты Одесского Евромайдана потребовали у президента Верховной Рады и других государственных структур довести до конца расследования дела по нападению на демонстрацию 19 февраля 2014 года. В Одессе состоялся концерт памяти Анны Герман. А теперь об этих и других событиях подробнее. Одесский Евромайдан требует у властей довести до конца расследования уголовного дела по нападению боевиков на мирную демонстрацию журналистов 19 февраля 2014 года. Активисты Майдана направили обращение президента Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады в Генеральную прокуратуру и другие государственные структуры. Расследование по факту избиения демонстрантов и журналистов на площади перед областной администрацией формально началось сразу же, но фактически не велось. За два года после смены власти в стране виновные не привлечены к ответственности. В день двухлетней годовщины событий на том же месте Координационный совет Одесского Евромайдана провел митинг, где огласили текст обращения к властям. За два года следствие велося очень мляво, а мабуть и саботировалось. И до теперешнего часа суспільство неизвестно, откуда взялись нападники и кто их финансировал. Мы обратимся до высшего керемистра государства, президента Украины, главы Верховной Рады, главы МВС, керемистра прокуратуры Одесской области, начальника полиции Одесской области, главы Одесской областной администрации Одесской области, чтобы они владею, наданную им, активизовали работу по раскрытию этого злочину и притягнули до ответственности винных осіб. Вор на воре. Похоже, так выглядит ситуация в нынешней мэрии. Последнее время не проходит ни дня без очередного разоблачения мэрских чиновников, пойманных на фактах взяток и коррупции. Среди наиболее громких разоблачений предъявлены Андрею Шмагаю подозрения о нецелевом расходовании бюджетных средств, а также нашумевшее задержание прямо в рабочем кабинете главы, любимой Геннадием Трухановым, Суворовской администрации. Руководство этого района инкриминирует растрату бюджетных средств и подделку документов. Любопытно, что на заседании исполнительного комитета городской голова со свойственной ему непосредственностью заявил, что намерен выстроить единую линию защиты от следствия с попавшимся на горячем взяточнике. Похожий для самого Геннадия Леонидовича, как говорится, запахло жареным. Председатель Суворовской администрации Александр Александровичкин и его заместитель подозреваются в совершении ряда преступлений. Растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог, подделка документов, печати, штампов, бланков, их использование. Правоохранителями установлено, что в прошлом году районная администрация заключила ряд договоров с частными предприятиями о проведении капитального ремонта трубопровода центрального отопления и парадных в жилых домах, выполнены частично или не выполнены вообще. В результате городу нанесен ущерб на сумму около 245 тысяч гривен. На данный момент продолжается досудебное расследование. Необходимо отметить, что действия силовиков нашли поддержку у Михаила Саакашвили. Прокуратура Одесской области задержала очередного чиновника, обворовывавшего свой народ, на этот раз председателя Суворовской райадминистрации Одессы. Он вместе со своим заместителем занимался обычным мошенничеством, подделкой документов и присвоением бюджетных денег. На протяжении десятилетий украинские чиновники жили по воровским законам круговой поруки и договорника. Но теперь коррупционная вертикаль начинает разрушаться. И это только начало. Одесская прокуратура, несмотря на грандиозное сопротивление и саботаж, исправно выполняет свою работу и не дает бандитам и дальше грабить свой народ. Безнаказанности в Одессе уже нет. Но все настолько коррумпировано, что у нас еще очень много работы. Но, кажется, нашим чиновникам море по колено. Как ни в чем не бывало, обвиняемые в коррупции господа продолжают ходить на работу и иметь дело с бюджетными средствами. Так подозреваемому в нецелевом использовании бюджетных денег Андрею Шмагаю вновь доверили заниматься дорожным строительством. Неизвестно, сколько еще бюджетных денежек уйдет или будет списано, нужно каким фирмам, под предлогом благоустройства и ремонта городских дорог и парковых аллеек. Так как это уже было сделано им в прошлом году, когда некой фирме «Союз» просто подарили почти миллион гривен. Что касается Александра Александрычкина, то и господин отметился на заседании с полкомой и даже умудрился отчитаться о проделанной им на радиорынке работе. Любопытная реакция нашего нынешнего мэра на выступление Александрычкина. Предсложайте. Очень приятно вас видеть на свободе. Судя по довольному смеху и самого Геннадия Леонидовича, и не менее радостной реакции подозреваемого чиновника, они относятся к данному факту как к какой-то шутке. Впрочем, как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Досудебное расследование продолжается, и кто знает, какие еще факты злоупотребления, казнократства и прочих деяний мэрских чиновников будет обнаружено правоохранителями. И, к слову, как бы не хорохорился наш городской голова, чувствовалось, что тот несколько, как бы помягче сказать, нервничает. Потому что он, как это обычно бывает с Геннадием Леонидовичем, не смог сдержаться. И дальше, прямо по классике, Остапа понесло. Он не только зачитал заявление Михаила Саакашвили, но и принялся его комментировать. Коррупционный вертикаль начинает разрушаться. И это только начало. Да. Ну, здесь сложно что-либо такое. Жанр детектива. Геннадий Труханов назвал комедийным выступление некоторых чиновников, порочащих украинских чиновников. А за своих земляков, украинцев, могу говорить. Дайте возможность провести следственные действия, и не надо бежать впереди паровоза, размахивая непонятно чем. И уже здесь предопределено решение, которое должно быть. Я представляю, какая идет работа по давлению на органы, на все органы правоохранительные. Для того, чтобы теперь же надо слово сдержать. Поэтому вырабатывайте, юрдепартамент, пожалуйста, помогите в вопросах этих, вырабатывайте линию защиты. Геннадий Труханов, кажется, сам поставил себя на одну доску с коррупционером, заявив, что у них будет общая линия защиты. И это, в принципе, весьма логично. Если учесть, что Александр Чкин старый соратник и один из основателей, доверяя делам, ну и, кроме того, за глав районных администраций, как известно, личную ответственность несет назначающий их мэр, мэр, назначающий именно их. Впрочем, скандал суворовской или, правильно ли, суворовской администрации, на исполкоме прозвучало еще несколько любопытных решений по повестке дня. Наиболее интересный доклад главного по здравоохранению Игоря Шпака. О том, как в Одессе выполняется городская программа здоровья. Как выяснилось, программа выполняется не хорошо, а очень хорошо. Кажется, еще немного, и больных в городе не останется совсем. И не потому, что они выздоровеют, а потому, что не доживут. Например, Игорь Шпак внес удивительное по своему цинизму предложение примировать участковых врачей за выявление заболевания туберкулезом у населения. Таким образом, мы постепенно будем переходить к системе мотивации врача в повышение качества медицинского обслуживания. Нам-то наивным всегда казалось, что качество обслуживания зависит от уровня профессионализма, а нет, от размера премий. То есть, представляете, как теперь будут бороться семейные врачи за туберкулезные показательные участки. Зато, как стало понятно из озвученных цифр, городом выделяются сотни тысяч и на флюорографическую пленку, и прочие реагенты, необходимые для рентгеновских снимков. Почему тогда с населения продолжают брать деньги за это исследование? Дальше больше. Если судить по словам Игоря Шпака, в случае, если больной поступает в больницу с инсультом, с острой формой коронарной недостаточности, а также в случае закупорки тромбом легких, томография делается бесплатно. Также мы продолжаем в этом году практику обеспечения взрослого населения услугами дорогостоящих высокотехнологических диагностических мероприятий, как компьютерная томография, магниторезонансная томография для пациентов с инсультами, пациентов, которые пострадали от черепно-мозговых и спинальных травм, тромбоэмболии, легочной артерии. В общей сложности на 2 миллиона 340 тысяч. Почему же тогда в больницах берут за эту услугу 2000 гривен? Причем именно с тех, у кого этот самый тромбоз обнаружен, кто кого обманывает. И куда в таком случае деваются выделенные из нашего кармана миллионы? К слову о миллионах. На питание школьников этих самых миллионов не нашлось. По словам чиновников, государство полностью самоустранилось от этой статьи расходов, а на полноценное питание для детей в городском бюджете средств нет. Посему, если ситуация не изменится, с нового учебного года вместо первого, второго и компота школьники будут получать булочку и чай. Мы сохраняем питание детей, однако оно будет качественно иным. То есть вместо горячего завтрака, который включал обычно второе блюдо и напиток, детям будут предлагать горячий напиток, чай, какао, либо сок и бутерброд, булочка или пирожок. Неизвестно, будет ли этот пирожок с начинкой, но, как успокаивать наши чиновники, чай будет горячим обязательно. Наверное, следующим этапом в перекраивании системы питания у школьников станет предложение перекусить кипятком, дыркой от бублика или кукишем, но обязательно с маслом. Болгарский опыт проведения государственных реформ могут использовать чиновники и депутаты Украины. В рамках международного проекта «Украинские реформы» Одессу посетил экс-вице-премьер-министр и министр финансов Болгарии Симеон Дянков. Европейский проект «Украинские реформы» стартовал два года назад. Участие в нем экс-вице-премьера и министр финансов Болгарии говорит о высокой оценке Евросоюзом достижений небольшой балканской страны в реформировании государственной системы и экономики. Симеон Дянков работал в правительстве с 2009 по 2013 годы. Под его руководством сокращена численность государственных чиновников. Принято законодательство по урегулированию системы государственной службы. Фискальная реформа позволила установить предельные размеры государственного долга и фискального дефицита страны. 14 лет Симеон Дянков проработал в Мировом финансовом банке и Международной финансовой корпорации по программам развития стран бывших республик Союза. Перед приездом в Одессу состоялись встречи с парламентариями и бизнесменами в Киеве. Реформа, как мы уже говорили, налоговой системой. Но реформа, так как она до сих пор получилась, после того, как вошла и вышла из парламента, это, например, 30% из того, что нужно было сделать. Почти 9 лет в Болгарии налоговая реформа очень хорошо как-то сработала. У нас 10% унифицированная налоговая ставка, 10% на физических лиц, 10% на корпоративный бизнес. Успехи украинских властей в других областях не лучше. Общая оценка положения дел в нашей стране с позиции эксперта Европейского Союза далека от положительной. Налоговая реформа получилась, но на 30%, реформа государственных предприятий 0%, вообще ничего не получилась. И из-за того другие реформы, которые в наших странах, в восточноевропейских странах, получались в том же самом, и не только в Грузии тоже, в том же самом времени, скажем, пенсионная реформа, начало реформа в образовательном секторе, в университетах, они вообще как-то... не был и такой разговор до сих пор на Украине. Исходя из всего сказанного, политический кризис в Украине является вполне закономерным. Выход один. Кто не может работать, должен уйти. Так принято во всех цивилизованных странах. У нас наоборот. Есть много опыта, который накопился в Восточной Европе, много что мы научили, но есть одно правило, которое как-то буквально говорит, что если в первый год правительство большие реформы не сделаны, они не будут сделаны этого правительства. Пора уже думать о другом правительстве. Украине не предлагают копировать зарубежный опыт. Он может использоваться лишь с учетом национальной специфики. Основная проблема – так называемый человеческий фактор – противодействие чиновников и депутатов. Власть не хочет терять свои привилегии. И тут все зависит только от нас. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Сотрудники Службы безопасности Украины в Харьковской области задержали бывшего работника милиции, который заминировал железнодорожный мост на перегоне Павлоград-Лозовая. Бомба должна была взорваться, когда по мосту должен был идти поезд Одесса-Константиновка. Несостоявшимся диверсантом оказался бывший милиционер, которого обезвредили непосредственно после закладки взрывного устройства. В качестве последнего использовалась 10-килограммовая противотанковая мина ТМ-62 с таймером в мобильном телефоне. Взрыв был запрограммирован на время прохождения пассажирского поезда Одесса-Константиновка, в котором находилось свыше 500 пассажиров. Террористу объявили о подозрении по статье 113 диверсия Уголовного кодекса Украины. Он взят под стражу. Открытый 2 сентября 2015 года музей-квартира Леонида Утесова благодаря стараниям неравнодушных поклонников таланта выдающегося одессита со всего мира продолжает расширять экспозицию. Теперь здесь появилась комната-интерьер, который воссоздает подлинный вид гостиной семьи Леонида Утесова. Обстановка была воссоздана благодаря книгам, очеркам и воспоминаниям очевидцев. Массивный буфет, туалетный столик, пианино, обеденный стол, фотографии родни, развешанные по стенам. Примерно так выглядел одесский, детский период жизни Леонида Утесова. Но главная фишка комнаты, которая позволяет действительно почувствовать именно ту обстановку – фирменные пирожки мамы Леонида Осиповича. В книгах об Утесове авторы вспоминали, что вид аппетитной домашней выпечки на 7-летнего Леню, тогда еще Лазаря, оказал большое влияние в будущем, не позволив наделать глупостей. Когда ему было 7 лет, он вернулся с прогулки домой и увидел в гостиной на буфете большое блюдо с пирожками. И рука потянулась к этим пирожкам, но он вспомнил, какой строгой была мама, потому что никогда детям не попадал полный пирожок, пирожный для яблока, всегда половинка. Их приучали к дисциплине, и он отдернул руку. И потом говорил, что когда мне чего-то хотелось запретного, сладкого, а мне было нельзя, я прятал руку за спину, вспоминая вот эти пирожки. Сегодня все посетители музея-квартиры Леонида Утесова смогут попробовать почти те самые пирожки, благодаря которым некоторым образом и состоялся Великий Одессит. Коллекция с каждым днем пополняется, и в будущем квартира-музей будет только расширяться. Буквально на днях появились новые экспонаты, например, фронтовая открытка, на которой запечатлен Леонид Утесов, выступающий перед солдатами. Благодаря нашим замечательным коллекционерам, Михаилу Познеру, Наталье Анатольевне Оленик, председателю ассоциации Дом Утесова, у нас есть подлинные афиши, подлинные письма, подлинные предметы из коллекции, и мы думаем, что это будет пополняться. А там еще нет улицы имени меня, всегда юморист был страшный. И вот я ему говорю, уже и улица имени тебя, и памятник тебе чудесный, никогда он не остается один, всегда. Иногда, когда я подхожу, надо дождаться очереди, чтобы я могла посидеть и поговорить с ним. И музей, и улица, все, как он мечтал, и он был бы, конечно, он заслужил это. В будущем, помимо расширения экспозиции, планируется сделать музей более, скажем так, интерактивным и модерновым, чтобы сюда можно было приходить, послушать легендарного Утесова, пообщаться за жизнь, приобрести сувениры. И самое главное, спрос на музей есть. На экскурсии записываются организованные группы из других городов Украины и других государств. Талант выдающегося одессита ценят не только его земляки, а и все люди планеты Земля, кто хоть раз слышал его проникновенный голос. Анна Герман родилась в 1936 году в далеком городке Угренч, Узбекской ССР. Вряд ли родители девочки могли предположить, что в будущем она станет знаменитой певицей, которой будут рукоплескать Франция, Италия, Канада, США, Советский Союз. Практически весь мир. Что ее именем будет назван музыкальный фестиваль, улицы, даже малые планеты. Уже более 30 лет прошло со дня смерти певицы, но ее серебристый нежный голос не забывается. И под его очарование попадают новые и новые поколения. 24 февраля в Одессе состоялся памятный концерт в честь выдающейся певицы. Заслуженная артистка Казахстана, президент Международного клуба поклонников творчества Анны Герман «Эхо любви» Галина Невара уже не первый раз приезжает порадовать одесскую публику. Одесситы отвечают с благодарностью. Зал в день выступления был забит до отказа. Она настолько полюбила Одессу и одесситов, и все, что связано с Одессой, и дома, и море, и небо, и все-все-все, воздух, которым я дышу, акации, которые цветут весной. Все это мое любимое, родное, это моя вторая родина. Я без этого теперь жить не могу. Певица в Одессу приезжает не только с концертами. Во время одного из визитов она снялась в детском фильме, снятом на Одесской киностудии. Она, во-первых, снялась в нашем фильме, главную роль сыграла клад, и вот дети пришли ее поздравить и показать отрывок с фильма, где она впервые на экране увидит зрителей, не только на сцене. Она замечательно выглядит не только на сцене, но и на экране, потому что профессиональная актриса, заслуженная артистка, и как человек очень добрый и замечательный человек. Анна Герман прожила очень непростую жизнь. С одной стороны, яркая, насыщенная карьера, миллионы поклонников по всему миру, концерты во всех уголках планеты, пластинки, диски. А с другой, проблемы с личной жизнью, автокатастрофа в Соренто. Но певица всегда поднималась, потому что верила в надежду и дарила ее всем своим поклонникам и друзьям. Подарила надежду Анна Герман и Галине Невари во время их встреч. Она обняла меня за плечи, услышав мое исполнение своих песен, и сказала, «Милая девочка, никого не слушайте, вы хорошо поете, пойте на здоровье». Видимо, это и была такая подача мне, как крылья, вот она мне дала и лети. Она всегда осталась человеком, который улыбался, он был очень теплым. Я думаю, что этот пример этого человека, именно человека, каким она была, для нас очень важный. Я надеюсь, что мы будем, смотря на то, как она провела свою жизнь, как она к ней относилась, каким она была человеком, мы будем с ней убрать пример не только как с артиста, а как с человека. И это все новости на сегодня. Далее информация о синоптиках о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.ком.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Вам только хороших новостей. Берегите себя и своих близких. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 26 февраля в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 тепла, днем 6-8 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин